Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем первую главу книги пророка Агея. Эта книга является одной из самых небольших по объему. В ней всего 38 стихов, но эта небольшая книга имеет исключительное значение в Библии. На протяжении столетий пророки обличали народ за неверность, несоблюдение заповедей и несправедливость, которая царила среди людей. И пророки предупреждали, если народ не обратится, если не произойдет какая-то духовная перемена, то город Иерусалим будет разрушен, от Иерусалимского храма не останется камня на камне, а жители окажутся в ссылке, они будут депортированы. Именно это произошло в 587 году до Рождества Христова. Но это не был какой-то абсолютный конец. Во время Вавилонского плена совершают свое служение пророки, которые возвещают надежду. Однажды Бог вернет народ в землю обетованную, все преобразится. Будет новый Иерусалим, будет новый храм, и присутствие Бога посреди людей будет вечным и окончательным, будет новый завет. И именно эти пророчества начинают исполняться в 538 году. Вавилонская империя исчезает с лица земли, миром правят персы, и они разрешают тем, кто желает, вернуться в Иудею. И под предводительством Зарававеля, потомка царя Давида и первосвященника Иисуса, желающие возвращаются. Это небольшая горстка людей. Конечно, наиболее богатые и процветающие люди остались в Вавилоне для того, чтобы жить обеспеченной и благополучной жизнью. Возвращаются именно смиренные люди, обделенные люди, обездоленные, жаждущие, алчущие правдой и желающие вернуться на свою родину. И здесь их ждет сюрприз. Дело в том, что на этой земле уже поселились другие люди, и с ними начинается конфликт. Во-первых, они не признают друг друга, потому что те, кто остались и поселились на Святой Земле, воспринимаются репатриантами как нечистокровные иудеи. Их иудаизм кажется одичавшим. И взаимное недоверие возникает и с другой стороны. Понятно, что при таких условиях восстанавливать храм невозможно, потому что нет единства. И так, помимо того, что город лежит в развалинах, храм разрушен, возникает еще такая нравственная проблема. Помимо нищеты и бедности, вот еще всевозможные неустройства, которые деморализуют людей. И именно в этот момент выходит на проповедь пророк Агей. Эта книга охватывает собой события, которые разворачиваются на протяжении четырех месяцев. Она начинается с точной хронологической даты. Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день, было слово Господне через Агея пророка к Зарабавелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею. Так сказал Господь Саваоф. Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Здесь мы видим проблему, которую нужно решать в Иерусалиме. Люди, руководствуясь тем, что они недостаточно богаты, те немногие ресурсы, которыми они располагают, желают тратить их не на строительство храма, а каждый строит для себя дом. Но это вопрос не только какой-то внешней, материальной нищеты. Это прежде всего вопрос внутренней, духовной немощи. Фактически люди руководствуются таким простым принципом. Каждый сам за себя, своя рубашка ближе к телу, поэтому каждый за себя, Бог за всех. Тратят деньги, тратят силы на то, чтобы строить себе красивые дома с резным деревом, тогда как храм Господень остается в запустении. Фактически народ, который живет по такой психологии, перестает быть народом. И поэтому храм, как знак некоего единства, конечно же, никто строить не станет. И вот в конкретный день, во время очередного праздника, когда вокруг жертвенника Иерусалимского храма собирается народ, пророк Агей обращается вот с такой проповедью прежде всего к сильным мира всего, правителю Зарававелю и первосвященнику. Посмотрите вокруг, обратите ваше сердце на происходящее, для того, чтобы прочитать знаки времени. Вы окружены неудобствами, вас поджидают неудачи, но вы должны задуматься, в чем глубокая причина этому. И вот как эту ситуацию диагностирует пророк Агей. «Посему ныне, так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваше, посмотрите, как вы себя ведете, посмотрите, как вы живете, что происходит с вами. Вы сеете много, собираете мало, едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, да не согреваетесь, зарабатывающие плату зарабатывают, да для дырявого кошелька». Пророк говорит языком афоризмов, почти каких-то пословиц. «Вы сеете много, пожинаете мало, вы пьете, но вино не приносит вам веселья, вы надеваете на себя прекрасные одежды, но они не согревают вашего сердца, вы зарабатываете много денег, но все напрасно, все уходит, как сквозь песок вода, у вас как будто дырявый кошелек». И если пропустите два стиха, то мы услышим продолжение этой проповеди. «Вы ожидаете многого, а получаете мало. И что принесете домой, то я развею. За что?» говорит Господь Саваоф. «Мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому». И дальше мы видим, что логика такова, что скупость малодушия человека оборачивается какой-то вселенской катастрофой, потому что и окружающий мир, и даже природа отвечает тоже скупостью. Здесь приходят на ум слова пророка апостола Павла. «Кто скупо сеет, скупо жнет. Кто щедро сеет, тот щедро и пожнет». И поэтому народ, который живет вот по такой логике, каждый сам за себя, Бог за всех, ничего и не получает вдосталь. Он очень много трудится, прилагает усилий, но все напрасно. «Посему-то и небо заключилось, небо не дает росы свыше, и земля задерживает свой плод, не приносит плод. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля и на человека, и на всякий скот, и на всякий ручной труд». И поэтому пророк призывает сильных мир и сего, а вслед за ними и тот немногочисленный остаток, который поселился в Иерусалиме, обратить сердце. «Взойдите на гору и носите деревья, стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь», — говорит Господь. «Вы принесете деревья, вы построите храм, и этот храм будет мне угоден, будет мне приятен, я буду радоваться ему, и в нем вы увидите мою славу». Действительно, храм — это то место, куда верующий приходит для того, чтобы увидеть Бога лицом к лицу, созерцать славу. Это те обетования, которые дает Господь через пророка. Его проповедь производит эффект взорвавшейся бомбы. «Послушались Зарвавель и Иисус и весь прочий народ, гласа Господня и слов Агея Пророка, как посланного Господом Богом их. И народ убоялся Господа». Вот этот замечательный глагол «Господь проникся страхом и трепетом». Народ как будто ожил, потому что, когда ты просто из малодушия что-то стараешься и делаешь для себя, то ты не вполне жив. Но здесь как будто народ просыпается. И этот страх, этот трепет от того, что Господь рядом, Господь присутствует, и ты тоже жив, становится таким знаком важной перемены, которая происходит в сердцах людей. И вот тогда Агей, вестник Господень или ангел Господень, посланный от Господа, сказал к народу «Я с вами, говорит Господь». Вот это замечательное обетование, которое окончательно исполнилось в момент смерти, воскресения Иисуса Христа, «Ас с вами» до скончания века. «И возбудил Господь и дух Зараваэля, сына Сававилла, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Исидекова, великого Иерея, и дух всего остатка народа. И они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего». Проповедь пророка произвела эффект взорвавшейся бомбы. Сердца проснулись, и дух воспламенился. Потребовалось всего лишь несколько дней, и вот уже в 24-й день того же месяца народ с рвением приступает к работам. На портале «Экзогет.ру» с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.